Ссылки в описании Который у нас висит на заставке Уберем слово Lenovo, возьмем слово телефон Телефон у нас зависает на заставке Он может перезагружаться То есть у меня сейчас он загорелся Lenovo? Рубится Загорелся Lenovo? Рубится Какие-то такие моменты Может включиться, дальше показать следующую, кстати, заставку Там с кругляшками, с пузырями какими-то Показать и вырубиться Итак, как диагностировать, чтобы исправить эту неисправность? Первое В первом случае нужно его зарядить Такое бывает, когда у телефона Разряжена батарейка Ставите на зарядку Если сомневаетесь в своей зарядке Берете кабель от другого телефона Или лучше даже от другого планшета И зарядку от другого телефона, но лучше другого планшета Такую же по вольтажу Например, на большинстве телефонов Это 5 вольт, 1,5 ампера Или 1 или 2 ампера Но на планшетах это, как правило, 2-2,5 ампера Вот берете зарядку от планшета, если есть, если нет, то от другого телефона с кабелем С неродным И ставите на зарядку Ночь заряжаете Если ничего не меняется, действуйте дальше по такому сценарию Берете этот телефон и пробуйте сделать на нем сброс до заводских настроек Это я его подрубал, чтобы вы слышали, что действительно он у меня рубится Но может дальше пройти Пару раз даже вот ребята говорят, что он даже заставку показывал, но тоже рубился С батарейкой разобрались? Не помогло Идем, действуем следующим образом Значит, если он просто висит на заставке, его нужно перезагрузить Зажимая минусы питания на 7-10 секунд, он у вас вырубится Бывает, что-то он подзалит Далее Если даже это не помогает, то вам нужно сделать сброс до заводских настроек Необходимо смириться с тем фактом, что у вас потеряются все данные Необходимо знать свой аккаунт Google, либо брендовый аккаунт Если у вас какой-нибудь там Xiaomi, там не знаю, Meizu, Samsung Но тоже есть в поле, все полезные, на канале есть все ролики про аккаунты Выйти из этих аккаунтов, потому что на Android 5.1 и выше срабатывает FRP-блокировка Google А сейчас уже 9-й Android идет, там вчера или позавчера я делал разблокировку Поэтому выходите из аккаунта Если нет, то он будет просить после перезагрузки, после сброса либо прошивки Старую учетку и пароль к ней, которую вы вводили при активации Play Market Либо если у вас брендовая учетка, то при первой настройке телефона Значит, комбинации, чтобы попасть в Recovery, это плюсы питания или минусы питания Если у вас Samsung, то минус дома питания Но это все есть тоже на канале Открываете раздел Play List С главной страницы канала, выбираете свой бренд И там находите свой телефон Роликов уже несколько тысяч, там, по-моему, две тысячи роликов Чаще всего это плюсы питания, реже минусы питания Еще реже питание зажать на секунду, две следом минус Питание зажать на секунду, две следом плюс На этом телефоне у нас плюс и питание, чтобы попасть в Recovery Зажмем эту комбинацию Он у нас сейчас вырубится, и это позволит нам при перезагрузке зажать плюс Таким образом телефон сразу упадет в Recovery Все, я зажимаю ему плюсы питания, он должен у меня упасть в Recovery Я все еще держу Все способы попасть в Recovery также в поле с тем полезными Ссылка есть в описании под роликом В Recovery нам необходимо будет сделать сброс до заводских настроек Выбрав строчку Vibe Data Factory Reset, либо там Fuse Data, если есть Так, но он не захотел у меня включаться О, представляете, пошел перезагружаться На Lenovo, кстати, еще очень часто используется комбинация Забыл вам про нее сказать Плюс-минус и питание Три клавиши держите, экран загорелся И уже можно бросить, он уже говорит, что он загружается в Recovery А так плюс-минус держите, пока не включится Recovery Сейчас, прям секунду, выбираете Vibe User Data, нажимаете питание Он его, начнет делаться ему сброс до заводских настроек Ну давайте я вам покажу Где он тут вот, прям вот эту можно первую Он говорит, что все удалится, я согласен, жду Дальше, если вам, ну, сброс настройки я вам показал Выбираете Back, так, еще раз Back и Reboot Ну я его вырублю, потому что мне надо его выключить Чтобы сейчас пойти на компьютере его прошить Значит, что нужно еще дальше знать Теперь, этот шаг можно делать до, можно делать после Зависание на заставке очень часто бывает из-за железной неисправности Если он включается и с какой-то периодичностью рубится То можно провести такой тест Если батарейка съемная Из телефона вытаскиваете батарейку Не включая, не зажимая никаких клавиш Вставляете батарейку Если он сам по себе включается Это или сломанная кнопка питания Или кнопка питания залита какой-то жидкостью Или жидкость на плате И где-то в дорожках что-то замыкает И после подсоединения батарейки без зажимания никаких клавиш Он начинает включаться В поле листе LG, в поле листе там, по-моему, типовые неисправности Тоже был ролик У LG такая очень частая болячка Кнопки ломаются, физически начинают замыкаться Кнопку приходится менять Батарейку вставляете, сам включился Все, лезете внутрь Дело уже не в ПО Из-за ПО он так не включится Если, вот этот шаг почему можно пропустить И в разные места, вплоть даже до первого места начинать с него Потому что если жидкость попала в аппарат Вы можете почистить, разобрать, пропаять Ну не вы, а сервис, если вы сами не ремонтник, не инженер Все это починить И у вас останутся ваши данные Ни контакты, ни фотки, ничего удаляться Не удаляться Потому что после сброса либо прошивок Данных уже не будет никаких Следующим шагом Когда вы все уже убедились, что нет воды Сброс настройок не помогает А часто такое бывает Вам необходимо А, если не разборный аппарат Вот, кстати, тест с кнопкой вы не проведете Поэтому Ну, знаете, как можно провести Вот, например, на этом аппарате Минусы питания зажимаете Ну, пересгружается, пересгружается, пересгружается Минусы питания зажимаете, он вырубается Включится что-то наподобие такого меню Либо рекавери Рекавери вас тоже устроит Там в рекавери иногда бывает кнопка поверов Вы выключаете И если он тут же сам включается То на неразборном аппарате Это говорит о том, что проблемы какие-то с кнопкой Либо с флагой Либо с последствиями удара То есть как-то ушатали телефон Где-то что-то с места сошло Какая-то трещина Либо межплатный обрыв Либо где-то под микросхемой Какие-то шары отвалились Какие-то микротрещины и так далее Это вот с неразборными аппаратами Такое бывает Но если уже вы согласны на потерю данных То вам необходимо знать важную вещь Что так еще может вести себя Микросхема памяти И проц Ну, помимо того, что просто, как бы сказать Несправна основная плата Очень часто это либо процессор Либо микросхема памяти Если микросхема памяти То в предыдущем ролике я уже рассказал Что менять ее, как правило, экономически нецелесообразно Если только вы сами этим не занимаете Для себя можно выписать откуда-нибудь там С Алиэкспресса Или еще откуда-то с местных поставщиков Микросхемы памяти И прошить ее Прошить бут Прошить прошивку Установить имей и все остальное Но чаще всего для этого нужен программатор Либо флешек сразу должна прийти прошитая Прошитая И лучше даже накатанная шарами Но это все большая головная боль И это экономически нецелесообразно Так может себя вести микросхема памяти Ну, а процессор Пропайка процессора, как правило, не помогает Его или полностью перекатывать Или даже менять Бывает, что он немножко отходит Ударили телефон И где-то вот шарик какой-то один отошел Нет контакта Его на деформацию гнешь Он фигасе начинает включаться Такое тоже бывает Но мы сейчас пойдем на компьютер И посмотрим самый распространенный шаг Который необходимо делать Это его прошить Телефоны все прошиваются по-разному Внизу под роликом есть мой ролик Как даже не целый ролик Есть целый плейлист Называется «Любая прошивка» Там я показываю, как прошивать разные бренды В том числе и процессоры Там есть прошивка для Qualcomm Туда же попадет ролик И под каждый конкретный прошивальщик Со временем я допилю Но вы должны знать, что Как я сейчас буду прошивать телефон Это совсем еще не показатель, что именно вам Именно так надо будет Открываете поле из любая прошивка Либо поле из своего производителя И смотрите, как он прошивается А лучше еще тему аппарата на 4PD Открыть и там найти прошивку Я, конечно же, сейчас покажу Что он у меня прошивается Что все с ним ништяк Но вы прошивку стараетесь доверять профессионалам Если в первый раз с этим связываетесь Велики риски, что вы его добьете Идем на компьютер И закончим эту эпопею с Lenovo Гуглим И я извиняюсь, у меня здесь очень много ссылок открыто Гуглим тему нашего аппарата на 4PD Либо на Lenovo Forms Форум идентичный по Lenovo Все должно быть ровно Официальные прошивки Это у нас модель P2 Теперь Вот у меня конкретно телефон Бывает китайский Бывает для европейского рынка Вот RAW Так называемый Либо CN Чина Либо RAW Поэтому прошивку ставьте Именно под конкретный свой аппарат Я лишь покажу Как прошивать Мой Lenovo Если он у меня Для рынка Европы Прошивки Открываем Раздел официальных прошивок Под Fastboot И качаем архив В архиве Сейчас прям секунду Я вам перемотаю Не перемотаю Покажу Я уже скачал этот файл Вот так вот он выглядит Ну любой архив Открывайте вообще без разницы Это я просто перебирал прошивки И всю эту папку Которую получили Копируйте в корень диска C В любую папку У меня и будет эта папка 3 Вот так выглядит Это еще A500 А пятитысячная Попозже буду шесть Поэтому все в одной папке Открываем И видим файл Flash.o.bat Отлично Это для прошивки Lenovo через Fastboot Хотя здесь в принципе Есть файл для прошивки QFILL Скорее всего Ну не скорее всего Они и есть Теперь вам необходимо Попасть по ссылке В описании На мое файловое хранилище Вы заходите Там есть ссылка В группу ВК Там есть статья Со всеми нужными ссылками Для программы Там драйвера И все остальное Даже для разблокировки ФРП там есть Вот так вот он будет выглядеть Я напоминаю Что с прямой ссылки Больше дать нельзя Потому что YouTube имеет Засылки в описании Теперь только через группу ВК Открываем раздел Драйвера Раздел Знаете Не Qualcomm Вам нужен Вам нужен ADB И не заморачивайте Цепляете прям эту папку Правой кнопкой Скачать И кладете ее Например Как у меня В корне диска C Прям папку ADB Видите как я удобно положил Я каждый раз ей пользуюсь А в ней есть файл ADB Драйвер Автоинсталлер Везде далее-далее Совсем соглашайтесь Если вдруг драйвер не ставится По ссылке в описании Есть мое видео Как отключить проверку Цифровой подписи драйверов Отключаете Заново ставите И драйвер поставится Также есть драйвера Для ручной установки Можете указать путь к ним Драйвера поставили Без драйверов Ничего происходить не будет Сам по себе Он шиться от этого не станет Теперь переводим телефон В режим прошивки Чтобы завести телефон В режим прошивки Если это МТК Просто выключено В состоянии подключаете Если с притруем Зажимаете плюс Иногда минус Ну а здесь надо зажать Минусы питания без кабеля Он упадет вот в такой режим И больше ничего не трогаем Просто его подключаем На компьютере Вы можете посмотреть В диспетчере устройств Правую кнопку на моем компьютере Свойства Диспетчер устройств Сейчас откроется Прямо секундочку У нас есть ADB устройство Если у вас здесь что-то нет Либо какое-то устройство Без драйвера Драйвер поставить Необходимо Дальше Идем во вкладку Не во вкладку А в папку Куда мы все распаковали У нас это папка 3 И выбираем файл Flash Что тут Flash all bat Оп Иногда нужно запустить От имени администратора И прошивка стартанула Больше ничего не трогаем Если железо будет Отличным И проблем никаких Никаких не будет спамить То все прошьется Дожидаемся Не прерываем Я для вас перемотаю И мы включим телефон Уже на камеру Если у вас другой аппарат С другим процессором Какие-то другие нюансы Плейлист любая прошивка А также тема аппарата На 4pda Именно там вы найдете Прошивку и инструкции Именно под ваш аппарат Этот ролик Лишь про диагностику Телефона Прошился наш телефон Он должен начать Начать включаться Мы должны сделать вывод После полной загрузки Либо он включается И работает Либо не включается В таком случае Берем тему Нашего аппарата На 4pda Смотрим Возможно есть какие-то Специфические неисправности У этого телефона О которых просто нельзя Уточнить в этом ролике Потому что Ну нельзя все знать И смотрите Основную плату Если неисправностей Там никаких специфических нет Типовых неисправностей нет Смотрите основную плату На алиэкспрессе На ebay На авито На каких-то разборках И думаете Имеет ли Целесообразность Экономическую Менять эту запчасть Или нет После этого Покупаете эту плату Лучше даже купить С батарейки Потому что за батарейки Тоже такая шляпа бывает И разбираете Меняете Либо доверяете Разборку и замену Человеку У которого руки Из правильного места Какому-нибудь инженеру Который все динамики Виброзвонки И все остальное Перепаяет Вам подключит И соберет телефон Вот так диагностируются Телефоны Которые зависают На заставке На каком-то логотипе На втором-третьем этапе При загрузке Либо включаются Доходят до рабочего стола И перезагружаются Также можно диагностировать Телефоны Которые зависают Залипают И не хотят Начал наконец Включаться Первая загрузка Долго 10-15 минут Может занять Наша первая настройка Ничего не получается Но ребята Думайте о замене Платы Но чаще всего Целесообразнее Сразу пойти Новый телефон покупать Чем заниматься Заморачиваться Ремонтом Старого телефона Так что добро пожаловать На канал Те кто в первый раз Есть по лист Любая прошивка Есть по лист Диагностика Я в целом горжусь Этими по листами Несмотря на то Что у меня есть Даже интереснее по листы Там типа По листа Полезного Полезные есть на канале Там вообще собраны Собраны Самый сок Со всего канала Там уже больше Сотни роликов И не только По теме мобильников Там есть и ноутбуки И компьютеры Также Пользуюсь случаем У меня есть второй канал Он называется Тыш блогер Там я рассказываю Про работу на ютубе Как, что, где И есть канал Unlocker Куда я выкладываю Все ролики Которые не попадают У меня в основной На основной канал Там они все Скапливаются На этом канале Все самое интересное Важное Полезное С моего канала В поле Полезное Попасть можно С главной страницы канала Вы вступайте В нашу группу Вконтакте Ставьте лайк Под видео И подписывайтесь На канал Субтитры сделал DimaTorzok